я посмотрел в интернете мастера спорта всего да то есть чемпион россии это мастер спорта нет поэтому как-то все время и не успевали даже когда вот мы с алексеем степановым становились чемпионами снг россии там у владателя кубка первого неофициального до 1 до 0 минут по мини-футболу первого чемпионата европы второе место испанцам попали чемпионат мира в гонконге государство тогда она просто вот хорошо тогда дина который спонсор козлов сергей анатольевич который команду тащил и сборную тащил полностью ведь это же было до смешного что мы приезжали приезжали на чемпионат мира и там надо было на английском языке фамилии что были футболистов нам жены нам когда сказали там жены ночью нашивали на форму потому что спорткомитет отвернулся нам дали форму там же администратор ты будто форму дали там где она лежала и каких годов эта форма была но все равно признать а потом да потом после этого когда это все это прошло там начинают ордена футболистами вешать там звание давать мне честно мне это не надо за него сейчас просить у футболиста ему надо звание мастер спорта мы-то били за звание мастер спорта это 10 рублей зарплате было нет вообще-то было очень непочетно был чемпион советского союза это надо стать чемпионом чтобы стать мастером спорта так самое интересное чтобы чемпионом надо стать так надо сыграть 50 процентов и матчей еще не каждому не каждому вот у нас есть там так как они сейчас в обойме там и сашка захариков и юра герасимов там не хватило нескольких матчей и мы не дали мастеров это звание чемпиона советского союза официально а сейчас человек попал эту заявку 30 человек молодой знаете как меня был такой чуть что вы мне говорите этом трехкратный чемпион россии это на поле то выходил как-то фамилия а он заявки был молодые ребята вот о чем они думают на заявки он получает деньги с приходом иностранцев они знаете чтобы быть со всеми хорошенькими они же премиальные платят всем они же не своего кармана платят у нас попробуй чтобы там юрий андреевич морозов или пал фьюдоров садырин одинаковые премиальные заплатил да сейчас выиграл не выиграл еще как заценится твой вклад в игру а сейчас это все это понятно у них там есть свои но все равно молодые ребята поймем зарплаты еще и премиальные а что не сделали для футбола приедем на тренировку этой молодежной команды зенита 2 на каких машинах они ездят за какие такие заслуги прислали вы же стали чемпионом ссср то есть когда были и динамо тбилиси киевская динамо арарат и так далее так далее то есть это был чемпионат большой страны как-то сейчас изменила футбол то что это чемпионат все-таки только россии каждая команда она играла со своим почерком киевская динамо не однозначно был свой почерк игры футбола тбилисская динамо сумасшедшая игра и скорость и техника то есть команда тех времен очень была интересна и реванский арарат то есть каждая команда она чем-то отличалась каждой команды был свой рисунок каждую команду было два-три лидера которые именно вели и тащили команду на себе невзирая не на то что конечно не понимали что они играют за свою республику за свою команду и поэтому конечно намного было интереснее готовиться к каждому игре то есть ты ездил как считаете сейчас чемпионат европы что ли можно сказать что лично вам хотелось бы изменить современным российском футболе хотелось бы тогда если у нас есть такие очень богатые серьезные клубы чтобы они наверное на самом деле создали какую-то определенную лигу где бы они вы показывали высокий уровень а все-таки для сборной россии для команды все-таки нужны наши воспитанники которые бы на самом деле росли бы они получали бы звание чемпиона россии за то что он за это находится в заявке этой команды спасибо большое и желаю удачи вам в вашем лице ветеранам зенита да и нынешнему составу которому предстоит да непростой матч монако удачи и до следующей встречи спасибо спасибо спасибо